В первом, кто создает комиссию, кто будет руководитель, кто такие мы? Вот мы тогда создаем, мы тогда руководители, если нам так надо, будут создавать. Мы будем создавать комиссию, или она создана уже? Кто создает комиссию? Давайте тогда с вами. Нет, комиссию создают те, кто собрались. Тот, кто решил создать комиссию, они не могут ее создать. Это может быть 5 человек, это может быть 50, 500 человек. Ну, для этого, хорошо, давайте так. Люди, которые... Речь о создании комиссии это в рабочем порядке. Кто будет ответственный за собрание и за создание комиссии? Один ответственный бывает. Вот за мое телевидение отвечает только я. Я не могу допустить сюда отвечать никого. Я отвечаю. Кто будет отвечать? Для начала это будет какая-то инициативная группа действовать. Затем она уже определится и председатель. Мы поручаем создать инициативную группу по созданию комиссии. Правильно? Этого достаточного пункта, чтобы его осуществить. Сначала сделаем шаг, осуществим. Кто-то против или за? Все за. Хорошо. Значит первый пункт у нас остается. Ирина Павлович, что сказал Валерий Павлович, я полностью поражаю. Вот мы уже здесь сидящие, мы уже пришедшие сюда неравнодушны. Я кстати шла не по своей проблеме. Я шла как представитель правозащитной организации и фонда народной дипломатии. Я могу сказать, что мои нагрузки так велики, что я в комиссию войти не смогу, как вы хотите. Я делаю свое дело. Вы хотите как бы, я не знаю, де-факто. То, что вы уже поедете к мэру, потом еще раз поедете, потом вот уже, вы уже, вы уже участвуете. Это моя инициатива как телевизионщика. Ну и другие люди придут тоже, вы тоже как телевизионщик. Хорошо, ладно, все, я поняла. Привлечение. Другое дело организационные вопросы. Конечно, надо над этим работать. Ну вот я хочу сказать, что теории много, они, наверное, все хорошие, но самое главное, с чего все начинается, все-таки с организации. То есть кто, вот когда человек поднимает руку и говорит, я буду капитаном или я буду организатором того-то, я обещаю организовать сюда, привезти там-то, там-то людей. Вот самое трудное, легче всего на бумаге написать. Любые прожекты. Это вообще нет проблем. Но осуществить организационную работу сложнее всего. Но мы надеемся, что Ирина у нас обладает большим потенциалом организационным и сможет это сделать. Мы, как в СМИ, всегда рядом. Это у меня продолжение. Единственное, к вам сразу же, тогда просьба, раз уж так уж пошло вот это все. У меня написана большая рукопись. Вот социологическая, психологическая, юридическая, все вот с этими выкладками. Очень большая. И с августа месяца я никак не могу приступить к набору этой рукописи. Вот вчера только мы начали проговаривать. Если вы какую-то помощь мне окажете, чтобы это сделать и видеть... Это мы не можем, потому что у нас нет машинисток набирающих... Почему? Это я сама набираю в быстротексте. Даже наоборот, прошу, чтобы мне помогли в подработках. Нет, здесь я прямо скажу, в рукописях мы вам ничем помочь не можем, просто не в нашей компетенции. Извините, но просто у нас Саша... Я сама набираю в рукописи. А видеопрезентацию можно делать по отдельным главам. Так, вот так надо формулировать, что как по отдельным главам. Это совсем другое дело. Ну, главу я набираю или начитываю на диктофон. Нет, подождите, значит, давайте говорить... Отделу презентацию и пропускаю... Значит, Ирина, либо говорится ясно, либо вот это мутность. Значит, что такое ясно? Первое. Набирать главы. Вот она даже не представляет, что такое запись. Человек, который не понимает, что такое запись, это сейчас вот идет прямая запись. Но имелось в виду именно видеопрезентацию. Сделать маленькую видеопрезентацию для каждого человека в будущем мы сможем. Мы об этом говорим. Это будет такая визитная карточка. Визитная карточка каждого. Мы об этом... Я дала такое согласие. Но у нас тоже 24 часа в сутки. Больше нам никто не давал. Помимо всего этого, общественной работы, у нас еще очень много своей. И поэтому мы вот смотрим. Есть у нас время, да, мы делаем. Я вот сейчас уделила это время. Понимаете, это вот бесплатно сейчас все пишется, там, чего-то. Это могут там кто-то смотреть. Извините, теперь я приступаю к вам. Вы представьтесь зрителям. Расскажите. Вот вы были на заседании большого правительства. Я сейчас вас допрошу, простите. Ну, мягко. Допрошу. Значит, кто вы... Вы уже сказали еще раз, что вы возглавляете газету. Гранд редактор газеты «Край родной». Это большая газета? Да. Восьмая полоска формата А3. Восьмая полоска формата А3. Это черно-белая. Черно-белая. И у вас фонд народный... Это общественно-политическая газета. И лицепридент фонда народного пола. Скажите, пожалуйста, каким образом вам... Он стал там именно как-то лицепридентом. Как лицепридентом. А каким образом? Вам письмо как мне написали? Нет. Тут шел телефонный разговор. Вы... А с кем вы общались? Забы изложили. Нет. Тут общался с вами Валерий Георгиевич Гарсов. Ну а предложили... Он пообщался и предложили вам прийти, да? Вот вы туда пришли. Что вы оттуда... Я сейчас прямо... Вот вы там сидели. Что вы оттуда вынесли полезного для себя и для своей организации, для людей? Полезного? Или пока ничего не поняли? Полезное было уже то, что я мог послушать различные точки зрения, не только различные точки зрения, а собственно говоря, кто формирует это открытое правительство. Кто его формирует? И какая идея заложена в открытое правительство? Я не скажу, что у меня, так сказать, появился какой-то оптимизм от того, что я... И мы сейчас без оптимизма, просто без ваших эмоций, просто какая идея заложена, что они хотят и кто формирует? Это просто чисто факты. Формирует те люди, которые, говорится, сейчас работают конкретно с правительством. Вот и Виксельберг, и Дворкович, и Абызовы, и Медвесик. Совершенно верно. Ну кто-то, говорится, пролекается. Вот так, Илья Ильич, понимаете, ведь идея-то была вначале открытое положение, широкое правительство, оно вроде как... Какая вообще мысль, какая идея? Сейчас, вот я как раз говорю, все свелось к открытому правительству. Открытое правительство, и в выступлениях это звучало руководителей под групп, о том, что его суть содействовать осуществлению действующей политики, действующего правительства. нынешней политики, нынешнего правительства. Подождите, если в открытое правительство войдет очень много людей, допустим, они должны... Что значит войдет? Они никуда не уходят. Открытое правительство, это когда правительство информирует о своей деятельности, когда вы можете обратиться, скажем, через средства интернета, вы можете выйти на министра или его... Ну вот сейчас мы будем это делать, через интернет будем общаться. Вот в этом, собственно говоря, и весь смысл. Мне кажется, что роль будет такая же, как вот видеокамеры во время выборов. Ну, смотрите, это вот сейчас я отделяю зерна от плевел. Сейчас вы сказали, вот они сказали вот так, а дальше мне кажется, вот как только пошло слово «мне кажется», это уже ваше мнение, правильно? Давайте вот, я логик, да, и я люблю отделять все. Значит, и так, открытое правительство поставило своей целью, собственно, проводить, выполнять то, что хочет само правительство. Содействовать в выполнении тех задач, которые ставит правительство, и над которым работает правительство. И над которым работает правительство. Я хочу вам задать вопрос, вот когда мне кажется, как вы думаете, вот сейчас это правительство, которое существует с Путиным, имеет ли оно план как-то изменять положение народа, в котором он находится? Вот народ, вот народ. Сидят, извиняясь, вот в таком положении. Ну, оно же, кажется, информировали на своей деятельности, если вы знаете о планах 2020 года и так далее. Я не вижу там особых оснований для того, чтобы правительство озабочено тем, чтобы изменить. Так, итак, правительство не озабочено народом, это называется гуси-гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да, ну летите, как хотите, серый Волг за горой, не пускай от нас домой, ну летите, как хотите, игра такая народная. Дело в том, что кандидат в президенты, победивший на выборах Владимир Владимирович Путин является главой правительства. Ему ли не знать, кто как работает и какие проблемы он работает? Он знает, он знает, но вопрос... Но в ходе предвыборной кампании вопрос о том, что члены правительства и это правительство плохо работает, будто министр обороны или социальные защиты и так далее. Он не возникал, стало бы все нормально. Работает. Можно я, как бы, не будем мы уходить, вот в дебри, да, а вот будем ближе к народу и подумаем о том, на самом деле, вот сам Владимир Владимирович Путин и Медведев, понимая, что страна в таком положении, что куча народа бездомные, безквартирные, сидящие неправильно, с детскими домами, швак, ну в общем, много чего где происходит. Они делают свое дело. Как вы думаете, вот это уже, как они мыслят, что вымрут все или вот, ну те, кто не нужно, умрут или как-то, или сами победят, или сами что-то добьются? Как вы думаете? Это непростой вопрос. Дело в том, что эти люди сами сейчас являются заложниками государства собственной деятельности. Они бы, может, и хотели по-другому действовать, но они бы не позволяют. Вот, сейчас вы сказали очень хорошую фразу. Они бы хотели изменять... Они, может быть, вы и хотели, но им это не позволят. Кто? Те, кого они сейчас, так сказать, подняли до свой, приблизили себе до своего... Итак, значит, Путин и Медведи, условно говоря, простите меня, хорошие люди, которые уже поняли все. Я это не говорил. Ну, хорошо, без слова, без хороших людей. С допуском. С допуском, да? Это я допустила. Допустим. Те самые люди, которые хотят изменить уже положение и помочь народу. Но вокруг стоит, типа, чиновничья среда, которая никогда им этого не позволит. Правильно? Потому что они наплодили таких чиновников, которые ничего не хотят делать. Или как? Нет, потому что они в любое время могут казаться, благодаря этим чиновникам, голенькими. Их выстоять такими, как они есть. То есть все повязаны и все боятся обнародования, да, такого. Мы сейчас говорим очень открыто. Поэтому и правительство-то открытое. Но я, как миротворец, сейчас не на чьей стороне, хотя, конечно, я вот просто безумно сочувствую сегодня моему народу, да, я очень переживаю за него. Но от того, что я сочувствую, от этого мало что изменится. Здесь такой момент. Мы, люди, и мы понимаем, что нет безгрешных. Там все сидят, назовем их грешники, да. И вот сегодня задача, вот если бы пришел там мессия, что мы все вместе люди, мы и есть этот мессия. Как же нам так сделать, чтобы все-таки изменилось что-то в стране? Как нам помочь самим себе? А заодно и, может быть, и правительству. Как нам помочь? Как нам решить эти вопросы? Никто не знает. Как нам попробовать самим... Ну вот Ирина сказала, нужно объединяться в коллективное сознание. Сереж, Не объединяться, а формировать. Формировать народ. Ну, это народ. Нет, коллективное сознание, это не народ. Сознание. Потому что все знают прекрасно, как эти проблемы решить. Другое дело, что... Кто знает, там или здесь. И там, и здесь. И здесь знают. Но не хотят решать. Не хотят и не могут решать. Вы же сказали только, что они хотят, но не могут. Я говорю, допустим. Даже если бы они закатили, им не позволят. Им не позволят. Они не могут, да. Вот в таком положении находится. Хотя... И не могут, не зы. У Путина была, скажем, такая возможность в время предвыборной кампании четко заявить, скажем, о своих конкретных планах. Не общие такие рассуждения. А... Самое главное. Та же идея, скажем, коррекция коррупции. Потому что то у нас борется с коррупцией. Вены и коррупционеры. Милиция, суд, прокуратура. Нет, ну дело в том, что я разговаривала с очень богатыми людьми. Они говорят, а никто не борется, нам выгодна коррупция. Что? Страна построена на коррупции. Совершенно верно. Страна построена на обмане. Вот представьте, что... Путина сам говорил. Выгни эту, коррекция, стержень, все, обрушится. Значит, колосс на глиняных ногах получается. Да, потому что все на коррупции, все на лжи построено. У нас сейчас, хотел бы сказать, в защиту чиновника. Что же делать? Все на них сейчас, как говорится. У нас нет чиновника. Чиновник уничтожен. Чиновник государевый служащий. Он служит государству. А у нас люди приходят с командой. Работают на руководителя команды. И это даже считается признаком, что я не один, я команда. То есть, мы можем сказать, что у нас в чиновничьем аппарате тоже некое расслоение, да? Дело в том, что чиновник сейчас как такой... Он исчез, как социальная группа чиновников. А кто там сидит? Потому что, ну, возьмите, Московскую область. Во главе области, скажем, генерал Громов. Вроде заслуженный товарищ, герой Советского Союза и так далее. Следом, кажется, за ним пошли замы, главы района и так далее. Кто? Генералы, полковники, те, кто с ним так или не служили. Ну, служили, правильно. Он создает свою вертикаль, то же самое, которое вот и Путин, кажется, говорит. Путин свою вертикаль, Громов свою, Громов свою, Сидоров свою. Они вертикаль. Соседи по дачному оперативу стали миллиардерами в течение корицы нескольких лет. Вот, выдающимися людьми, оказывается, все были. Можно я тебя пересажу, ты у нас вот куда-нибудь пересядешь, а потом поговорим. Да, сейчас тогда, вы знаете... Вот принцип формирования. А что такое военная власть? Ведь это специфическая деятельность, специфические уже навыки работы. Потому что военные действуют в особых условиях. Для него, кажется, есть один начальник, прямой начальник. Остальные начальники моего начальника. Сейчас, минуточку. К нам подключились два человека. Сергей Боязитов, который очень много времени работал, взаимодействовал как-то с правительством, с разным. И Василий Пугачев, который представляет собой реально одного из чиновников. Чиновника, да? Ну, не совсем чиновника. Ну, не совсем чиновника, депутат. И Сюзина, да, муниципального собрания. И он тоже взаимодействует как-то с молодой гвардией, народным фронтом, и Единой Россией является членом партии, да? Вот им... И тут возникает очень интересный разговор. Потому что вот вы были в этом большом правительстве, в открытом. Заседали там, слушали. Вот такая вещь сказана. Может быть, разъяснит нам Василий? Вы сказали, я просто повторю. О том, что, может быть, они хотели бы сейчас как-то помогать народу, изменить положение. Но окружающий чиновничный аппарат не позволит ни Путину, ни Медведеву не провести какие-то действия, если что, поправьте. Потому что они блокируют все это по причине... А причина? Для пояснения еще один такой примерчик. Вопрос, скажем, задам. Ведь общественная палата создавалась для чего? Решать проблемы людей, как мне казалось. Решать проблемы людей. Вот именно слышит гражданское общество. Ну да. Она справляется с этой задачей? Нет. Почему? Нет. Почему? Вот... Потому что принципы, которым она формировалась, принципы были заложены, не обеспечивают эту задачу, а обеспечивают, в первую очередь, полководство и правительство. Чтобы она не очень беспокоила правительство. То есть они стали подушкой между народом и правительством. Половина формирует президент, вторую половину формирует Единая Россия. А что касается людей, которые являются носителями общественного мнения, или, скажем, генераторами общественного мнения, они в общественную палату не попали. Значит, можно я так картинку некую нарисую? У нас сейчас такая картинка. Вот там сидят где-то правители, Путин, Медведев, на замок условно, и же с ними. Вокруг них такие вот, как-то, кольца, ниже, как на горе. Давайте гору такую представим. И вот кольцами идут чиновники до самого нижнего уровня. Вот такая... Среди нашего двора ледяна стоит гора. Кто в горе подойдет, кому руки-ноги сведет. Так вот, стоит эта гора. А народ где-то вокруг горы и пытается подойти к горе, а там, чтобы добраться до верхнего какого-то этажа, нужно преодолеть вот эту систему чиновничьих один на один, вот этих вот ступенек назовем. Вот и никто не может их преодолеть. Правильно? Вот можно такую картину нарисовать? Вы все боженьку делаете с главой правительства. Да я не делаю, просто картинку рисую. Из президента. Знаете, можно мне, наверное, да. Значит, вот Василий Пугачев, а что ты на эту тему думаешь? Что у нас вообще с правительством и народом? Куда мы идем, называется? Я думаю, что вот у меня большой опыт уже за все мое время. Ко мне обращалось достаточно большое количество людей. То есть это где-то больше 1250 обращений, которые уже реализованы были. И где-то 10 тысяч устных за все мои годы работали. То есть когда люди уже до конца не доводят то, что начали. То есть они говорят, вот нужно так. И потом пропадают. Когда их уже подключаешь к самой деятельности и говоришь, а для того, чтобы сделать, нужно определенную процедуру. Достать того иного человека, написать хотя бы письмо. Потому что, например, буквально даже на той неделе мне звонят из Совета ветеранов. Говорят, вот мы решили, нам нужно то-то. Я говорю, хорошо, давайте мы как бы это сформулируем и напишем письмо совместно. А я уже депутатским запросом это подкреплю и будет принято решение. Мне говорят, нет, мы не можем ничего писать. Мы вот не будем ничего писать. Вот мы вам сказали вот так вот. А что сказали? Выразить это в словах достаточно сложно. Так вот, большая часть проблем, связанных, потому что правительство что-то не делает, или кажется, что оно не делает, это того, что оно не знает, что делать. Не знает, что делать, потому что люди не могут донести то, что нужно делать. Итак, подожди, пункт номер один. Правительство не знает, что делать, потому что люди не доходят вот эти просьбы, или что? Те просьбы, которые идут, они либо направлены не по адресу, либо составлены не для полного понимания. Сейчас вы слушаете все-таки чиновника. Внимание, вот это интересно. Я еще раз повторяю, потому что те вопросы, которые мне удавалось решать, проблема в них была в основном в этом. Плюс, еще безусловно, это присутствие одного личного мнения. То есть, когда человек один хочет что-то, и это противоречит группе каких-то других людей. Это тех же жителей. То есть, это может быть разделение интересов жителей на разные вещи. То есть, например, я вам объясню ситуацию, для того, чтобы вы понимали. Вот у нас, например, в районе, да, там была такая ситуация, когда в одном дворе стоят ракушки. Есть группа лиц, которые автовладельцы, они за то, чтобы вот эти ракушки были. А есть и группа лиц, которые говорят, какие ракушки, они пользуют нас внешний вид. И вот это вот разделение, люди пишут на то, соответственно, решить вопрос это невозможно, потому что нет консолидированного мнения. И это проблема всего общества, то, что нет объединения. И из-за этого, в большей степени, многие люди действительно не могут решить те или иные вопросы. Потому что, первое, в документах непонятно, что человек хочет и как это выполнять, и почему ему это нужно. Василий, можно вопрос? Давай вот вернемся к твоим ракушкам. Одни не хотят, чтобы они стояли, другие хотят. Ты говоришь, нет объединения. А что нужно им забросить, чтобы эти люди объединились в одно целое? Что нужно им дать? Нужно решение дать. То есть для того, чтобы... Нужно им дать какое-то одно решение. Да, которое не противорит. Конечно, да. Посередине. Если гаражи сносить, вот эти ракушки, то надо дать места, где будут стоять эти же машины. И тогда те люди, которые будут, автовладельцы, они найдут место для своих машин, а те люди, которые... То есть, ну, стоп. Нужен некий Соломон. Вот то, что вы рассказываете... То есть волки были святые, вот это ли царь. Нет, нет, это царь Соломон решал все вопросы очень мудро. Он примерно так же решал. Но это ситуация во всей такой процедуре. То есть в каждом обращении примерно такая есть ситуация. И, безусловно, человек, когда у него двойственная ситуация, то есть не навреди и тому, и другому, он руководствуется тем, что ему прописано. То есть есть вещи... Идет к закону. Да, идет к закону. Идет к закону, но при этом, может быть, какая-то группа лиц более активна. И у тех, у кого более активна, у тех это с результатом и получается. Хорошо, Василий, ты сейчас говоришь о том народе, который, собственно, уже нормально живет. У него есть все, но... Нет, я привел просто пример. Тот, который... Пример, который ярко показывает. Ярко показывает. Но мы сейчас вот... Как ты, допустим, мне нужен такое решение или мудрая мысль по поводу тех членов общества, которые находятся в каком-то крайнем положении. Петр у нас, его папа в крайнем положении. Эта женщина слышал в крайнем положении. Я просто не слышал ситуацию Петра. Петр, его отец, честный очень человек, вкладывал свои деньги, поехал там в клуб, ремонтировал, восстанавливал, вкладывал свои деньги, чтобы быстрее хотел. И нашел организацию, которая потом вот это все должна была оплатить, нарушил закон, и совершенно спокойно те деньги, которые он вложил, он как бы взял эту организацию наличными. Да, как я поняла? Ну да. А в этот момент кто-то за это сказал взятку. Все. И попал... Вот попал ко своей днести. Но, к сожалению, данная ситуация... Вот эта женщина тоже вкладывала свои деньги. К сожалению, данная ситуация, она действительно, как бы, противозаконная. И там, где вещи, те или иные, где идет нарушение закона, обычный человек, чиновник, он же человек, он ответственный за то, что он несет. А он ответственный своим местом. Он ответственный своими решениями, которые он принимает, и он не может ни на что ориентироваться, и ни на что ссылаться, кроме как закона. Это подраматики. А это конкретная ситуация. Честное слово. Там совсем... Подождите, подождите. А куда надо реальность? Вы же не... Подождите, подождите, не шумим. Обутали какими-то идиотскими законами, сами ничего не могут делать, сами не дают людям вообще ничего решать, а теперь это самое. Ирина, услышите. Не шумим, не шумим, а то у нас получается уже. Значит так, вот вообще разве не может... Допустим, вот у человека клуб. Он хочет, чтобы он был отремонтирован. Но он отремонтировал за свои деньги. Он... Все же знают, что он сделал. Да? Дальше он приходит к организации, находит того, а тот говорит, а я тебя наломатам, то, что ты это отремонтировал. И тот взял... То есть это же наивность, на самом деле, за что страдает его отец. Он честный, хороший, порядочный человек. Он пострадал, потому что он наивный. Разрешите, я просто скажу как юрист. Президент когда-то много раз говорил, за экономические преступления людей в тюрьму не сажать. Потом вышел этот закон. Какое имели право за 130 тысяч рублей выбирать эту самку? Человек имеет место жительства. Человек нормальный. Я говорю не про его ситуацию. Я говорю в общем. Я говорю в общем. А как ты думаешь, как можно решить ситуацию у Петра? Вот я решила, что мы съедем к мэру, поговорим по человеку. Ну безусловно. Я теперь про решение вопроса. Да, про решение. Вот, потому что я же сейчас рассказываю мыслительный процесс. Для того, чтобы решать любую ситуацию, надо понимать, как думают те люди, которые принимают те или иные решения. Правильно. Вы должны уметь вставать на их место, для того, чтобы иметь возможность с ними находить общий язык и благодаря тому, что вы знаете, как они думают, с ними решать. Потому что все вопросы, которые я решил для людей и обращения этих людей, я нашел тот путь, по которому это решать. И в основном этот путь договоренности. Приходишь и говоришь о том, это мне приходилось делать лично и я знаю, что это значит. Это значит, надо прийти и объяснить человеку, что вот эта ситуация, если он сделает такое действие, приведет к более худшей ситуации. А эта более худшая ситуация приведет к тому, что ему же за это и достанется. Вот и все. Вопрос очень простой. Когда человеку объясняешь последовательность действий, и он понимает, что за ним правда, за ним общество, он тогда встает на твою же сторону и на сторону того человека отставит чьи интересы. Вопрос. Как ты считаешь, с нашими вот этими чиновниками, которые я нарисовала, возможно ли решать на самом деле сложные вопросы? Безусловно, возможно. Во-первых, они люди. Такие же, как и все мы. И поэтому вы должны понимать, что кто такой чиновник? Это такой же работник, который работает за зарплату. Причем зарплата не очень большая, я вам скажу. Тем более те, кто исполнители, по сути своей, те, кто уже занимаются росписью. И этот человек, который приходит на работу и уходит с работы без десяти пять, без десяти шесть. А вот уже стоит. Бегом, чтобы убить. Потому что у него есть внутренние проблемы, есть дети, есть семья, есть… Кормить их надо, да. Конечно. И нужно тоже кормить. А он находится в такой же системе раздражения, как и все общество. Достаточно одному раздразиться, бросить мысль раздражительную, как все… Потому что кроме, я могу сказать, что кроме того, что люди приходят с реальными вопросами, которые реально решить, приходит еще куча людей, которым просто надо выговориться. И выговорят с точки зрения негатива. И, естественно, весь день это проходит… Это человеческий фактор, к сожалению. Человеческий фактор, который, безусловно, делает человеку возможность принимать не те решения, которые бы он принимал, если бы действовал осознанно, как бы задуманно. Не эмоционально. Да. Вот смотри, у людей… Это вам… Подождите… Душек нагорело. Я сейчас… Еще раз. Поэтому это важность правильного кадрового состава. То есть, это критерий того, как подбирать людей на ту или иную государственную службу. Ведь в этом проблема. Проблема в том, что главный критерий человека, который находится на государственной службе, должен желание помочь людям. То есть, это должно быть внутри… Это должно быть… А если этого нет? Если нет, то вот это уже проблема нашего общества и проблема в будущем нашей социальной сети. Мы должны создавать наше государство из тех людей, кто заинтересован в человечестве, заинтересован в человеческих качествах, заинтересован помогать людям. Несмотря на то, что выбор ходил. Момент. Есть люди, которые готовы помогать. Могут ли они совершенно спокойно при сегодняшней системе, только очень честно, продвинуть себя на чиновников? Конечно, могут. Мы же знаем, что там платят деньги. А у них нет денег платить. Послушайте. На те уровни, которые, например, влияют на, например, муниципальный уровень, региональный уровень, это спокойно… А, маленькие уровни. Можно пройти без денег. Конечно. А можно дальше двигаться. Я расскажу. Ситуация сейчас. Вы о какой-то стране говорите, мне бы хотелось туда попасть. Это Москва. Москва? Да. Я говорю сейчас о Москве. О разных странах говорят. Потому что, еще раз повторяю, я решал все вопросы. Все вопросы, которые… Ни одного… Вы на кого-то освободили из тюрьмы, на кого-то судью посадили. Хоть одного судью посадили. Подождите. Сейчас мы… Сейчас… Чайку, наконец-то, упали. Сейчас мы до этого дойдем. Подождите. Подождите. Я сейчас расскажу о тех вопросах… Пусть раз перед вами сидит чиновник. Вот давайте. Ну, не чиновник. Я не вижу ничего, чтобы он мне открыл что-то новое. Он говорит, как представитель, все то, что говорят это все братья. Ничего. Ничего. Давайте братья послушаем. Давайте. Давай. Послушайте, я решал вопросы, и я нахожусь с другой стороны. Я не со стороны чиновников. Я с ними просто взаимодействую. Потому что я научился. Да, я первый… Это все замечательно. Я первый раз набивал все те же шишки. Вы думаете, что? Я бегал с этими бумагами по всем инстанциям. Я три года, три года, послушайте, пробивал какие-то светофоры. Три года. Мне потребовалось для того, чтобы установили светофоры на пересечении прикосов к Севастской и Азовской улице. Вот вроде бы проблема. Но три года на это потребовалось. Но для этого нужно было прийти, хорошо поговорить первое. Человек чего-то осознал. Прийти потом второй раз. Прийти третий. Написать документы. Подготовить документы еще от других людей. Подготовить документы от людей, от общества. Вот. Потом пришло осознание. После того, как пришло осознание… Дальше нет денег. А вот, соответственно, чтобы деньги, значит, надо дальше. К сожалению, это процедура, которую надо проходить. Я ее всю проходил, добился результата. И все вопросы, которые я добиваюсь результата… Скажи, можно написать быстрее, не на три года, а быстрее? На сегодняшний момент невозможно. Ну, то есть, быстрее сделать многие вопросы действительно невозможно. Потому что… Что такое? Можно. За свои деньги. Вот. Что такое? Светофор. Послушайте. Значит, что такое… Нет, есть спонсорская помощь, которую можно тоже определенным образом сказать и провести. Но все равно должно все в программе. Я сейчас расскажу просто ситуацию. Что такое установить светофор? Это выделить… Один светофор – это миллион рублей. Вот. То есть… И плюс еще вот эти все работы. Это, то есть, выделить деньги из бюджета для того, чтобы это было. То есть, это должен быть ГИБДД. Вот. Подать заявление о том, чтобы вставить это в план, потому что план идет на год. Да? То есть, в течение года эти заявления собираются. Вот. И на следующий год это ставится. Выделение финансов. Соответственно, выделение финансов не всегда идет быстро. Вот. Но, безусловно, да, какие-то… Если идти по всем инстанциям, вот, то есть, со всем, да, и обойти какие-то обычные процедуры, то, наверное, это все можно. Но идти с добром, опять-таки, с любовью. Да. То есть, это надо идти и договаривать. Так, все-таки, я вот про кадровый состав. На сегодняшний момент сейчас будут вакантные должности, например, руководители муниципалитетов, муниципальных собраний или муниципальных образований районов города Москвы. Каждый может подать свое резюме, да, участвовать в конкурсе и на общих основаниях, и либо выиграть, либо не выиграть. Его. Потому что оценивается, естественно, профессионально, и состоит комиссия из депутатов, депутатов, которые избраны людьми. Поэтому в этом тоже можно поучаствовать. То есть, если желать, хотеть помогать, но это достаточно сложная деятельность, я вам могу сказать. То есть, вот, именно находиться внутри самого этого… Системы. … самой этой конфликтной системы. Очень сложная. Но реально можно. Если хотеть, то реально можно добиться результата. Безусловно, это не за один день. Ну, и также не каждый может устроиться сегодня на зарплату высокую, да, там пойти и сразу получать 150 тысяч рублей, например, в месяц. Это тоже самое. Да, это сложно. И человек, чтобы устроиться там на зарплату 150 тысяч рублей, он должен проработать определенное время. И тогда работодатель в бизнесе его также возьмет. Так же и в государственной и муниципальной службе. И, безусловно, есть критерии, по которым человек движется. Я имею в виду критерии не качества, качества только на начальном этапе, а дальше срок службы муниципальной, который оценивается при повышении должности. Понятно. Василий, у меня вопрос такой. Все, что ты рассказываешь, это все понятно. И очень полезная информация для тех, кто слушает нас. Но как поступать тем людям, которые находятся в неком крайнем положении. Ну вот она в крайнем положении.